Всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня сравним два недорогих лазерных уровня из Китая, которые стоят по 1500 рублей каждый по функционалу и техническим характеристикам. Итак, это два лазерных уровня АК-435 и лазерный уровень дека. АК-435 очень просто в управлении, просто тумблер включить-выключить, загорается сразу вертикаль и горизонталь, но это можно отметить как и минус, так как у лазерного уровня дека линии можно переключать по отдельности. Две клавиши есть горизонт и вертикаль, в то время как у АК-435 включается сразу две плоскости, которые нельзя переключить по отдельности. Плюс лазерного уровня дека перед АК-435 в том, что у этого прибора есть функция работы с заблокированным компенсатором, но в то же время уровень не издает никаких сигналов и при разблокированном компенсаторе. То есть компенсатор разблокирован, вы включили прибор, он у вас наклонился и никаких звуковых либо визуальных сигналов в разгоризонте он не дает. Я считаю это минус и сдается звуковой сигнал, что превышен диапазон наклона, надо поправить прибор. У обоих уровней есть поворотный лимб, но опять же есть как плюс, так и минусы. У АК-435 лимб более плавный, поворачивается легко и плавно, но нет градуировки на лимбе, как у лазерного уровня дека. Тем временем у дека лимб очень тугой, поворачивается рывками. Лимб мне не очень понравился, но опять же есть градуировка, можно откладывать любой горизонтальный угол. Также у обоих моделей есть пузырьковый уровень для предварительной установки, это довольно удобная вещь на самом деле. При установке на штатив, на ту же штангу сразу посмотреть уровень, примерно как ровно стоит штанга или штатив. Если бы этого уровня не было, было бы намного проблематичнее ее выставлять. Но опять же отметим, что у Кайтиана уровень круглый, наверху и выставлять его, на мой взгляд, более удобней, чем, допустим, таких два пузырьковых уровня, как у дека. Выставлять их чуть подольше получается. Резьба для крепления на штатив у обоих приборов одинаковая, что у АК-435 5,8 дюйма, что у дека 5,8 дюйма. Но можно заметить такой небольшой плюс у этой модели, то что платформа плоская и установить ее можно практически на любой штатив, либо штангу. Это будет намного удобней, нежели устанавливать АК-435, допустим, на штатив, тогда будет мешать ему ножки. Нужен переходник, специальный удлинитель. Также и при установке на штангу. Ну, минус несущественный, но тем не менее. Оба прибора работают от двух батареек пальчиковых. По яркости и ширине линии на разных расстояниях вы можете посмотреть в другом видео в обзоре лазерного уровня дека и сами увидеть, как у кого отличается линия. Но забегая вперед, хочу сказать, что у АК-435 линия, что на 5 метрах, что на 12 поярче и видна намного лучше, чем у уровня дека. По толщине линии у них одинаковые. Так, давайте посмотрим, как работает у них компенсатор в обоих, насколько долго они устанавливаются в исходное положение после установки либо толчка прибора. Вот оба прибора включены, я сейчас одновременно их наклоню и поставлю обратно. И посмотрим, у кого маятник установится быстрее. То есть сразу видно, что АК-435 устанавливается как минимум раза в три быстрее, чем дека. Для кого-то это может критично, а для кого-то и нет. Но, в принципе, вот такой показатель тоже имеет место быть. Да, забыл сказать, в отличие от дека у АК-435 помимо резьбы для штатива есть еще отдельное крепление, вот такое на поворотном лимбе, с помощью которого можно подвесить прибор на саморез либо гвоздь на стене. Довольно удобно. В общем, друзья, оба нивелира стоят своих денег, что у одного, что у другого есть как свои плюсы, так и минусы. Поэтому выбор за вами. Не забываем подписываться на канал. Всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok